Русиэт Петра выделит средства для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда жителей Неницкого округа. Средства будут перечислены до конца текущего года. В Неницком округе открывается первое окно ФС для бизнеса. В ФС поселка Искатели презентовали новое направление в работе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Здравствуйте, Ань Тарова с главными событиями этого дня. С вами в студии Елена Семеновичева. Русиэт Петра выделит средства для расселения аварийного и ветхого жилья в Неницком округе. Соответствующее дополнительное соглашение к документу о сотрудничестве подписали губернатор округа Игорь Кошин и генеральный директор Русиэт Петра Валерий Клинчев. Документ предусматривается в финансировании программы по долевому строительству жилья для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания или с высоким уровнем износа. Сумма финансирования 20 миллионов рублей. Средства нефтяная компания перечислит до конца 2016 года. Русиэт Петра – наш надежный партнер, который активно участвует в жизни округа и деловой, и социальной, отметил Игорь Кошин. За 8 лет работы на территории округа компания стала не только площадкой производственного технологического сотрудничества России и Вьетнама, но и основой межнационального общения во всех сферах. Участие в социально-экономическом развитии Ненинского округа Русиэт Петра осуществляет на основании соглашения о сотрудничестве заключенного с окружной администрацией в 2009 году. За прошедшую неделю в казну Ненинского округа поступило 23 миллиона рублей. Расходы превысили доходы и составили 109 миллионов. Об этом на еженедельной планюрке доложила руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Наибольшую часть расходов составили субсидии бюджетным организациям. Учреждением образования, культуры и спорта перечислено 42,5 миллиона. Здравоохранение и социальная защита – 46 миллионов. Из них на социальные выплаты было направлено 35 миллионов 800 тысяч рублей. Кроме того, на прошедшей неделе округ погасил 500 миллионов казначейского кредита и на сегодня государственный долг составляет 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Также Татьяна Лагвиненко напомнила о работе по поддержке предпринимателей в виде микрофинансирования и гарантирования. И благодаря этим мерам соцподдержки наблюдается стабильный прирост субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы перекрыли то закрытие и снятие с учета юрлиц, который произведен налоговой инспекцией, по юрлицам, которые длительное время не вели работу и не представляли налоговую учетность. Главный финансист напомнила, на этой неделе бизнес-инкубатор начал прием заявок от будущих арендаторов. Представителей малого и среднего предпринимательства приглашают к участию в конкурсе льготной аренды офисных помещений. Основные критерии отбора это то, что предприниматель должен быть зарегистрирован на территории нашего округа и осуществлять деятельность не более трех лет. Также не допускаются к участию в конкурсу предприниматели, которые осуществляют производство либо торговлю под акцизными товарами в сфере игорного бизнеса. То есть те условия и ограничения, которые определены федеральным законом о развитии малосреднего предпринимательства. Кто будет принимать решения? Решения будут приниматься коллегиально. Для этого создана специальная комиссия, куда входят представители департамента финансов и экономики, представители бизнеса, общества и непосредственно предприниматели с большим опытом работы. Социальная значимость и актуальность проекта для округа, конкурентное преимущество и финансовое обеспечение проекта станет большим плюсом для предпринимателя на этапе отбора. Напомню, прием заявок начался 28 ноября в Центре развития бизнеса по улице Ненецкая, дом 3. Здесь же вы сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Заявки на конкурс принимаются до 12 декабря. Более 50 услуг для бизнеса в одном месте. Многофункциональный центр в поселке Искатели открыл окно, где предпринимателям округа будут предоставлять государственные и муниципальные услуги. По идее разработчиков новый формат обслуживания позволит бизнесменам экономить самый дорогой для них ресурс – время. У нас существует отдельная картинка, где указ на услуги до бизнеса. Нажимаю на услуги до бизнеса и выбираю необходимые вне ведомства, где необходимые услуги. Вот, исключение на стороне, проводя на обслуживание. Нажимаю, получаю эталон и иду непосредственно в первое окно, меня переводит электронная очередь и иду за получением данного услуги. Руководитель филиала многофункционального центра в поселке Искателей с удовольствием рассказывает о новинке. «Бизнес-окно» – это новый формат предоставления государственных и муниципальных услуг. Специально для предпринимателей округа выделено отдельное окошко, где можно получить полный спектр услуг – от регистрации в качестве индивидуального предпринимателя до выдачи разрешений на установку рекламных баннеров. «Была озвучена проблема в том, что на начальной стадии у человека возникает проблема в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. На сегодняшний день наши специалисты, которые будут работать в данном окне, будут конкретно производить консультацию по каким образом и какие документы необходимо предоставить для регистрации юридического лица или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. На сегодняшний день у нас налажена прямая связь с налоговой, то есть имеются контактные данные специалистов, которые будут нам помогать в этом». Помогать бизнесменам оперативно решить вопросы будет специально обученный сотрудник. Он может проконсультировать посетителя по 53 услугам – федеральным, региональным и муниципальным. По словам Виктора Хабарова, бизнес-окно может существенно упростить процедуру получения необходимых документов. Предприниматель, который строит первый в регионе сельскохозяйственный рынок, прошёл не одну инстанцию, прежде чем забить первую сваю. «Да, действительно, это отнимает уйму времени. По крайней мере, одно окно позволит решить эти вопросы буквально за короткий период со многими организациями. Я думаю, тем более, что руководитель заверил, что практически во всех ключевых организациях у них есть прямые контакты с руководителями. Так что я думаю, что для предпринимателей данная услуга будет очень востребована». По данным многофункционального центра, количество предпринимателей среди посетителей МФЦ небольшое – около 15%. Чаще всего они обращаются в центр по вопросам регистрации недвижимости по направлению деятельности Росреестра. «Мы сейчас проанализируем деятельность нашего окна в течение какого-то определенного времени. И если будет необходимость, потребность, мы действительно поймём, что это очень важно. Хотя мы сейчас понимаем, что это важно. Мы откроем окно, я считаю, в городском офисе. Ну, как-то будем расширяться». В планах учреждения расширить перечень услуг, добавить в список услуги финансово-кредитных и страховых компаний, а также некоммерческих организаций. Валентина Чибичек, Вадим Сосюк, Телеканал «Север». Проект «Закон о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов рассмотрели на заседании Комитета собрания депутатов. На сегодняшний день в системе УМС работает 12 медицинских организаций и одна страховая медицинская компания. Прогнозируемый общий объем доходов на 2017 год составит 1 миллиард 469 миллионов рублей, которые поступят за счет четырех источников. Межбюджетные трансферты – 39,5 миллионов рублей. Штрафы и санкции – 2,4 миллиона рублей. Средства из бюджета округа – 267,6 миллиона рублей. И федеральные средства в размере 1 миллиарда 160 миллионов рублей, которые будут направлены по четырем направлениям. Это содержание территориального фонда – 28,6 миллионов рублей. Финансирование мероприятий по организации обучения медицинских работников, приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования – 2,4 миллиона рублей. А также оплата медицинской помощи иногородним на территории округа – 39,5 миллионов рублей. Выполнение территориальной программы планируется утвердить в размере 1 миллиарда 427 миллионов рублей, в том числе передача части средств на другие территории за застрахованных 112 миллионов рублей. Санаторная лесная школа сменила прописку. Департамент образования рассматривает вопрос реорганизации санаторной школы-интерната путем присоединения к средней школе имени Перерки и создания структурного подразделения Центра здоровья для медико-социальной реабилитации детей. Все за и против данной инициативы обсудили депутаты окружного парламента. В Ненинском округе стартует красный чум. В этом году врачи передвижного отряда осмотрят и окажут медицинскую помощь более 600 жителям округа. Санаторная лесная школа сменила прописку. Прежнее здание признано аварийным. Сейчас школа размещается в здании Ненинской средней школы имени Перерки. Вместе с тем департамент образования рассматривает вопрос реорганизации санаторной школы-интерната путем присоединения к средней школе и создания структурного подразделения Центра здоровья для медицинско-социальной реабилитации детей. Грядущие изменения вызывают вопросы у работников санаторки. Обращение коллектива на заседание постоянной комиссии по социальной политике обсудили депутаты окружного парламента. Вопрос о реорганизации санаторной лесной школы был поднят еще в сентябре 2016 года. Тогда в здание, которое было построено еще в 1944 году, пришла проверка. В результате проведенного обследования центральным стройзаказчиком здание школы было признано аварийным. И было принято решение разместить санаторную школу в здании Ненинской средней школы имени Перерки. В конце августа у нас появляется уже в департаменте самоавторследование. И когда учредители такой документ на руках, условно, должно быть выдвинуто решение определенного рода в том, что в таком состоянии, в таком здании дети находиться не могут. И департамент решил двигаться по прогрессивному пути и стал рассматривать вопрос реорганизации санаторной школы-интерната путем присоединения к средней школе и создания структурного подразделения «Центра здоровья для медико-социальной реабилитации детей». И ориентирован он будет на сохранение и оздоровление всех детей Ненинского округа. Как заверили представители департамента, подобное решение не повлечет за собой, сокращение штатов. Воспитанники будут обеспечены всем необходимым для обучения и лечения. Но работники школы обеспокоены, ведь санаторная лесная школа имеет более чем 70-летнюю историю и была создана для оказания специализированной помощи тубинфицированным детям и детям с ослабленным здоровьем. У нас особый режим, особый режим дня, особый режим питания. У нас соответствующие процедуры, которые необходимы детям. У нас наша школа находится на прекрасном берегу реки Печора. Эти условия приближены к сельской местности. То есть, когда они приезжают в населенных пунктах, они легче адаптируются к нашим условиям. По итогам обсуждения этого вопроса департаменту образования, культуры и спорта округа рекомендовано представить заключение комиссии по проведению оценки последствий принятого решения и реорганизации Ненецкой санаторной школы-интерната. А департаменту здравоохранения рекомендовано в рамках межведомственного взаимодействия обеспечить контроль за реализацией проекта «Школьный центр здоровья» и оказать задействие в обеспечении центра медицинским персоналом. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 30 ноября в Ненецком округе стартует «Красный чум». В этом году врачи передвижного отряда обследуют оленеводов, кочевников СПК Путилича и жителей поселка Харивер. Всего специалисты осмотрят и окажут медицинскую помощь более 600 жителям округа. По словам главного врача Центральной районной поликлиники Заполярного района Валентины Григорьевой, медики будут принимать в новом здании амбулатории. В составе выездной бригады педиатр, терапевт, хирург-травматолог, невролог, офтальмолог и другие. Всего 13 специалистов. В рамках проекта желающие смогут пройти флюоробследование, диагностику УЗИ и сделать электрокардиограмму. Также планируется провести медицинское освидетельствование населения для получения разрешения на ношение оружия и управление транспортными средствами. Оленеводам выдадут аптечки для оказания первой медицинской помощи. «Красный чум» – ежегодный совместный проект компании «Лукойл Коми» и «Тоталь» разведка-разработка «Россия», администрации округа и Центральной поликлиники Заполярного района. Компании-недропользователи выделили 2,5 миллиона рублей на оплату работы бригады врачей, приобретения аптечек и медикаментов. В бюджете округа предусмотрели более 1,6 миллиона рублей на финансирование транспортных расходов по перевозке метаотряда и доставке оборудования. В прошлом году врачи «Красного чума» обследовали коренных жителей поселка Индига и Выучейский Тиманского сельсовета. Всего медпомощь получили 472 человека, из них 140 – дети. Жители микрорайона «Старый аэропорт» в скором времени смогут решить свои проблемы, связанные с общественным транспортом. Администрация Наринмара предложила изменить движение городских автобусов, один из которых будет заезжать в новый микрорайон. Еще два маршрута предлагается объединить в один. Для чего нужны эти нововведения, расскажет Ирина Нежалова. С появлением новых автомобильных дорог в районе Старого аэропорта возникла необходимость изменения маршрута курсирующего автобуса номер 6. Он был введен более двух лет назад по просьбам местных жителей. Если раньше автобус проезжал по улице Авиаторов через площадь имени Ленина, то с 15 ноября его маршрут проходит через улицу Швецова и улицу Пионерская, что оказалось крайне неудобным для большинства жителей нового микрорайона. Вот в утренние часы и после обеда где-то бывает, что выезжаем в 13.35, вот там бывает еще народ, на вторую смену школу едут дети. А так в основном все, больше никого не бывает. Ну первые два рейса, пару рейсов много, а потом их нет. Ну в основном на площади выходили все раньше, а сейчас выходят в третьей школу уже. С целью охвата новых микрорайонов и для удобства жителей администрация Наринмара планирует изменить маршруты движения городских автобусов номер 2, 4 и 4А. Новая дорога вдоль центральных очистных сооружений, которые откроются в ближайшие дни, позволит сделать маршруты кольцевыми. Таким образом, двойка у нас будет ездить по следующему маршруту. Выходить из морского порта, там где конечная остановка, далее по новой дороге, сразу уезжать в Кармановку, возвращаться по Ленина, по Пионерского, через новый микрорайон, по улице авиаторов приезжать на площадь Ленина и далее по Первомайской возвращаться на конечную остановку. Еще одно предложение администрации города – совместить маршруты номер 4 и 4А. Таким образом, из аэропорта автобус будет следовать до Кармановки, затем по новой дороге доезжать до улицы Выучейского, минуя морской порт, далее по Выучейского и через площадь следовать снова в аэропорт. Это будет круговой маршрут. Таким образом, и в Кармановке, и на остановке улицы Выучейского горожане смогут сесть на четверку каждые 20 минут. Какие мы видим плюсы здесь? Во-первых, я уже сказала, из нового микрорайона мы сможем добраться до Кармановки на шестерке, либо в центр города на двойке. Далее, по короткому маршруту мы сможем из центра города добраться до Кармановки на двойке, либо из Кармановки до центра города на четверке. Устраивает ли движение городских автобусов самих горожан, а также их отношение к предлагаемым изменениям, мы узнали непосредственно у тех, кто пользуется услугами общественного транспорта. Если человек едет с этого аэропорта, ему надо на обед домой, так здесь пересаживаться, у него как-то нет смысла никакого. То есть Вы считаете, что это будет не очень удобно? Не очень удобно для тех людей, кто там работает. Хотелось бы, чтобы 411-й почаще ходил. Очень редкие рейсы, особенно утром и по выходным. Много людей на работу едет в это время, а рейс идет без 28. Следующий через час только. И многим людям, скажем, в 9 часам на работу добираться крайне неудобно. Там фрятки будут хорошие. Может, если будут привыкнуть люди, бездолго будет все это. Высказать свои «за» и «против» может каждый житель Наринмара. Предложения горожан принимаются на электронную почту Наринмарского АТП АТП-1-собака-атне.ру Администрацию города – экономсобака-адм-дефис-энмар.ру Или по телефону 4-23-19. Ирина Нежалова, Вадим Стасюк, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Себя показать и на других посмотреть. В Наринмаре пройдет юбилейная ярмарка, где встретятся активисты и руководители детских и молодежных общественных объединений Ненецкого округа. Активисты и руководители детских и молодежных общественных объединений Ненецкого округа встретятся на одной площадке во Дворце культуры Арктика. 3 декабря там пройдет юбилейная ярмарка. В этом году юбилейную ярмарку приурочили к Году кино в России и назвали ее «15 мгновений зимы». В принципе, как и всегда, это презентация объединений, различной направленности за счет творческих выступлений либо же за счет представления себя посредством стенда. Можно будет в прямом общении пообщаться с руководителями, с лидерами, с активистами, узнать, чем занимается то или иное объединение. Может быть, кто для себя найдет что-то по интересам и присоединится к тому или иному направлению. А также в этот день у нас будет проведена акция. Этот 3 декабря – это Международный день инвалида. И в рамках ярмарки у нас будет реализована акция, приуроченная как раз-таки к этому дню. Всего на ярмарку заявилось 40 детских и молодежных объединений. Кроме творческих выступлений, а также работы площадок с презентациями и мастер-классами, традиционно на ярмарке пройдет награждение активных жителей округа благодарственными письмами губернатора НАО и окружного собрания депутатов, которые внесли значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики, а также чествование победителей всероссийского конкурса «Семья года-2016». Продолжение следует...